Сегодня мы все здесь собрались, потому что нас объединяет общая идея. Гости конференции привязывают красные ниточки на огромное сердце. Этой акцией они пытаются привлечь внимание к проблемам трансплантации. Сейчас более 200 человек в нашем крае нуждаются в пересадке почек. Еще 60 печени и полтора десятка больных ждут новое сердце. Высококлассные врачи готовы оперировать. Медицинские центры оборудованы по последнему слову техники. Вопрос в наличии доноров. Когда у пациента наступает клиническая смерть, доктора связываются с его родственниками, чтобы получить разрешение на использование органов. И чаще всего получают отказ. Именно это основная проблема. Не пришить орган, не сделать так, чтобы он работал в организме другого человека, а сделать так, чтобы просто этот орган появился. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнало о том, что донорство — это миссия. Миссия умершего человека — дать жизнь еще кому-то, а то и не одному. Потому что от одного донора, по мировой статистике, может быть до 8 спасенных жизней. Врачи утверждают, если здоровый человек жертвует больному родственнику половину своей печени для пересадки, то качество его жизни почти не меняется. А вернуться к привычным делам после операции можно уже через 2-3 месяца. Донорство органов в этом отношении — это абсолютно альтруистический, абсолютно гуманный поступок, в который вкладывается вообще все жизнелюбие, всю любовь к человечеству можно проявить в нем. В этом зале делятся опытом специалисты из семи стран мира, включая Россию. Израиль считается одним из мировых лидеров в области трансплантологии. Там прекрасно налажена работа с родственниками умершего. Белорусы рассказывают, как им удалось за какие-то 3 года поднять уровень донорской активности в стране в целых 6 раз и выйти на общие европейские показатели. Пятеро хирургов из Монголии приехали в Красноярск, чтобы поучиться у наших врачей. А филиппинцы, например, выяснили, что их законы о трансплантации написаны излишне строго по сравнению с российскими. По всему миру трансплантология переживает бум своего развития. И в связи с этим во всем мире наблюдается острая нехватка качественных органов, пригодных для трансплантации. И в этом смысле мы хотели бы показать, что здесь все мы поддерживаем друг друга и глубоко заинтересованы в международном сотрудничестве. Красноярску есть чем гордиться. Операции по пересадке печени, сердца и почек у нас проводят всего второй год. А спасено таким образом уже 84 жизни. Причем, когда донорские органы не подходят местным пациентам, то их пересылают в Хакасию, Новосибирск и даже Москву. В следующем году наши врачи планируют увеличить количество операций в разы и начать пересаживать поджелудочную железу. Мария Антюшева, Алина Штоколов, Селат Никитин. Новости.